Всем привет, это канал Девайса и сегодня я подготовил для тебя топ 7 лучших видеокарт NVIDIA. Начну с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti на 8 гигабайт. Это лучшая видеокарта для гейминга в Full HD. Данная модель использует все самые современные технологии, включая DLSS 3. Видеокарта имеет 8 гигабайт видеопамяти. Этого вполне достаточно, если не задирать на максимум абсолютно все настройки качества. Да, в редких играх может наблюдаться нехватка видеопамяти, но чаще всего проблема вызвана плохой оптимизацией. К преимуществам также можно отнести отличную энергоэффективность. При максимальном уровне потребления в 160 ватт требования к блоку питания по современным меркам минимальны. С этим справится практически любой блок. На максимальных настройках графики можно спокойно играть даже в 2К с приличным фпс выше 60 кадров во многих современных тайтлах. А при Full HD разрешении ситуация еще лучше. Например, в том же Киберпанке на ультрах 89 фпс. К слову, все тесты на максимальных настройках графики без DLSS, FSR и трассировки лучей. Цена 4060 Ti чуть меньше 40 тысяч на момент записи видео. В описании к видео ты найдешь ссылки на все видеокарты из моего топа. Там ты сможешь уточнить стоимость, изучить отзывы и приобрести их по самым выгодным ценам у проверенных продавцов. Продолжает мой топ видеокарта GeForce RTX 4070 Super на 12 гигов. Прекрасный вариант для 2К гейминга. Данная модель очень энергоэффективна, а TDP всего лишь 220 ватт, за счет чего она подойдет к большему числу блоков питания. Естественно, поддержка DLSS и трассировка лучей в сделку входят. По сравнению с RTX 4060 Ti, 4070 Super оснащена 12 гигабайтами видеопамяти, что положительно скажется на быстродействии в играх. Где наблюдаются небольшие затыки, так это Valen Wake 2. Там при 2К и ультра настройках счетчик достигает отметки в 70 кадров. Учитывая наполненность игры и текстуры высокого разрешения, данный нюанс можно простить этому тайтлу. А вот Cyberpunk с отличной оптимизацией выдает почти что 90 кадров в секунду. Стоимость карточки в районе 70 тысяч рублей. Подписывайся на канал и ставь лайк, если интересуешься современными компьютерными технологиями. Пиши в комментариях свои вопросы и мысли о видеокартах из топа и я обязательно отвечу. Далее расскажу о GeForce RTX 4080 Super. Данная карточка хорошо подойдет и для 4К гейминга. Видюха обеспечивает прекрасную производительность с максимальными настройками графики. И с трассировкой лучей даже без DLSS. А в ряде игр и для разрешения 8К, но уже с обязательно включенной поддержкой DLSS 3.0. Карточка имеет 16 гигабайт видеопамяти и почти не нагревается. В обычных задачах температура варьируется от 50 до 60 градусов. Глядя на характеристики и ценник от 123 тысяч, данная видеокарта является одним из самых привлекательных вариантов на рынке в топовом сегменте, во многом выигрывая у других моделей. По тестам можно заметить, что даже самые прожорливые ААА тайтлы по типу Cyberpunk 2077 спокойно вывозят стабильные 60 и 100 кадров на ультрах и в 4К. А проекты, которым уже пару-тройку лет, вообще выдают трехзначные показатели. Видеокарта является отличным игровым решением своего уровня без каких-либо явных недостатков. Напомню про телеграм-канал, где ты сможешь найти различные рейтинги, обзоры и промокоды для покупок по выгодным ценам. Подписывайся, ссылка в описании. Перейду к бюджетному варианту, это GeForce GTX 1660 Ti. Видеокарта обеспечивает великолепную производительность в разрешении Full HD при средневысоких настройках. При этом демонстрирует довольно низкий уровень шума даже на высоких нагрузках. Карточка показывает себя как успешный представитель по соотношению возможностей и стоимости. Да, без DLSS и лучей, но если вы располагаете бюджетом около 20 тысяч, то это идеальный вариант для приобретения. 6 гигабайт видеопамяти будет достаточно для комфортной игры даже в современные тайтлы, но для этого придется немного поиграться с настройками графики для поиска оптимального решения. По результатам тестов производительности можно с уверенностью сказать, что гейминг в среднем качестве более чем возможен при разрешении Full HD. Если ты задался целью с минимальными вложениями проапгрейдить свой старенький ПК, то данную видеокарточку я могу смело рекомендовать к покупке. Возвращаюсь к видеокарточкам серии RTX, и следующей на очереди предстает GeForce RTX 3050. Данная модель относится к бюджетному сегменту, ибо она изначально была заточена под недорогие сборки, от которых не требует запредельной производительности. Карточка оснащена 8 гигабайтами видеопамяти формата GDDR6. Само собой есть DLSS и трассировка лучей. В громоздких играх карточка может проседать в показателях FPS до 40-45 кадров, но это только на ультрах. На деле же с включенной технологией DLSS ситуация наглядно улучшится. А если еще и дополнительно поиграться с ползунками, то можно получить идеальное сочетание качества и производительности. Если твой бюджет в районе 25 тысяч рублей, то обязательно присмотрись к данному варианту. На выходе становится очевидно, что для комфортной игры в 1080p при 60 кадрах ультра настройки графики не подходят для современных игр. Но вот со средневысокими она справляется на отлично. NVIDIA GeForce RTX 3060 на 12 гигабайт является самой популярной видеокартой у пользователей платформы Steam. Несмотря на более старшие модели, 3060 по сей день остается очень привлекательной видюхой для Full HD и в некоторых случаях для 2К гейминга. И все из-за соотношения цены к производительности. На борту 12 гигов видеопамяти, что не часто встретишь за такой ценник, который составляет около 30 тысяч рублей. В нее вложили ощутимый геймерский потенциал, который будет себя оправдывать еще не один год вперед. Да, с включенными лучами производительность немного хромает, но всегда можно активировать DLSS и покрутить настройки изображения. Одним словом, это добротная видеокарточка, если хочется и сэкономить и поиграть в новинки с хорошей графикой. Ну и куда же без главного флагмана мира видеокарт? GeForce RTX 4090. Это ультимативный и бескомпромиссный вариант для игр в 4К. Незазорно будет замахнуться и на 8К гейминг, если ты счастливый обладатель подходящего монитора или телевизора. Ни для кого не секрет, что ценник у данной модели просто космический – около 270 тысяч рублей. Так или иначе, в нынешних реалиях это самая мощная видеокарта на рынке. Карточка может похвастаться 24 гигами видеопамяти формата GDDR6X, базовой частотой в 2235 МГц и турбо частотой в 2520. Данная карта была создана для состоятельных людей, желающих иметь конфигурацию системы без слабых мест и с огромнейшим запасом на будущее. Если ты входишь в число таких людей, то 4090 – однозначно твой выбор. Можно с уверенностью сказать, что 4К гейминг для этой видеокарточки – легкая утренняя прогулка. Великий и могучий Alan Wake 2 на ультрах спокойно идет в 71 фпс. Огромный Night City с его детализированным наполнением в Cyberpunk 2077 выдают все те же 70 кадров. В остальных же проектах счетчик кадров уходит далеко за сотню. Выводы в данном случае, я думаю, излишни. Мой ролик подходит к концу, а это значит, что пора глянуть на финальную таблицу с тестами. Для справедливости я выбрал разрешение 1440p ультра настройки и выключил лучи. Все цифры получились достаточно логичными, особенно учитывая тот факт, что в данном топе я собрал бюджетные, средние и топовые видеокарты от Nvidia. Не забывай, что в описании ты найдешь ссылки на все модели из ролика по лучшим предложениям. И не забудь подписаться на телеграм-канал со скидочными промо-кодами. Надеюсь, тебе зашел данный ролик. Ставь лайк и пиши в комментариях, какая видеокарта понравилась тебе больше всего. Ну а я прощаюсь. До скорого!